Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица. Наша тема сегодня – языковая мода. Слова ни о чем или модные аксессуары нашего мышления. Моя подруга – дизайнер-конструктор одежды. Однажды спросила меня, почему все вокруг вдруг начинают повторять друг за другом какие-то определенные слова и фразы. Например, «мы к вам вернемся» вместо «мы вам перезвоним» или «хочу забукировать отель» – абсолютный синоним забронировать. Или «я вас услышал, я услышал вашу точку зрения, но не гарантирую, что ее учту». Или «как-то так» в конце рассказа. И любимая фраза некоторых менеджеров – «видела проект, ни разу не интересны». «Мы его теряем» или «как все запущено» – цитаты из утрированной речи врачей. Другие примеры – «обнять» и «плакать», «кино» и «немцы» – вообще не алло. Мода – это инструмент социального деления. Человек употребляет в речи какое-то слово или выражение, значит, он его знает, то есть он свой. С языковой модой происходит то же самое, что и с модой в более широком смысле. Почему-то вдруг какой-то элемент одежды становится модным аксессуаром, хотя раньше он на это не претендовал. Такая же ситуация и со словами. Слова – это модные аксессуары мышления. Если бы не было выражения «как-то так» или «вот это все», было бы что-то другое. Эти элементы речи особого смысла не несут, они выступают своего рода речевыми прокладками. Но вернемся к нашей метафоре с одеждой. Обратите внимание, как часто какой-то аксессуар оказывается совершенно лишним, но его носят только для того, чтобы включиться в систему опознавания, быть своим в определенной среде. Дело не в том, что какое-то слово обладает характеристиками потенциальной модности. Нет, сама мода так устроена, что она требует постоянной перемены лексики. Всплывают отдельные выражения, которые ничего особого собой не представляют, но они становятся инструментами, при помощи которых прежде всего опознаются свои и чужие. Вы тут все молодцы из фильма и спектакля «День радио» или «Что-то пошло не так», предположительно, из комментария к сюжету о запуске ракеты, которая развалилась в воздухе. «Раб на галерах» из пресс-конференции Владимира Путина или «Улыбаемся и машем» мультфильм «Мадагаскар», «Обнять и плакать», «Кино и немцы», «О как», «Ужас, ужас», «Алё, гараж», «Волга-Волга» фильм, помните, «Ниже плинтуса», а это из реалити-шоу «За стеклом», «Нет времени на медленные танцы», а это одностишье Владимира Вишневского. Хотели как лучше, а получилось как всегда, бессмертные афоризмы Черномырдина. Да ладно, это уже из анекдота. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи. Продолжение следует...